Жизнь наша летит очень быстро, очень быстро. Не верится, что 25 лет назад здесь, в этом храме, на вот этом месте я был в качестве жениха, а моя супруга была невестой. Просто не верится. Время пролетело. И мне не верится, что спустя несколько лет уже придется думать о том, что может быть пенсия. Просто не верится. А время летит. И действительно, исходя из быстролетности времени, дорогие, встреча с Господом для каждого из нас очень близка. А поэтому очень важно, как мы живем с вами здесь сегодня в наши дни на земле. Как мы провождаем каждый день. Насколько близок Господь к нам каждый день нашей жизни. Насколько мы близки к Нему в повседневности. Я хотел бы сегодня вместе с вами обратиться в нашей проповеди к одной библейской книге. Книге пророка Амоса. Но мне очень нравится, исследуя пророческие книги, обращаться прежде всего к истории. Понимать, а кто этот человек, где он был, что было в его время и как формировалась история в тот момент, когда он писал свою пророческую книгу. Я бы назвал пророка Амоса как пророка предостережения. В принципе, есть пророки в Библии, которых называют большие пророки, а есть пророки, которых называют малые пророки. С одной стороны, причиной является то, что, может быть, они, большие пророки, дали большие книги пророческие. С другой стороны, и миссия служения пророков, которые называются малыми пророками, была очень краткотечной. В какой-то небольшой период их жизни, это была некая небольшая вспышка в их жизни, когда они что-то особое выполнили, особое поручение, которое дал им Господь. Именно таким был Амос. Когда мы, в принципе, не открыв Библию, говорим о пророке Амосе и пытаемся вспомнить, а что у него было, то, что может нам на память прийти, как слова, которые сам пророк написал в своей книге. Вот не открывая Библию, какие тексты из книги пророка Амоса чаще всего мы используем, когда мы цитируем Священное Писание. «Ибо Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим пророкам». Этот стих мы очень часто вспоминаем, когда мы говорим об откровении Божьем для нашей текущей жизни, но более всего о том, чему надлежит быть. Господь через пророка Амоса именно эти слова сказал к тем, кто были его современниками, к тем, кто слушали его весть. Но кто такой был пророк Амос? О самом себе он говорит, что он не сын пророков, он не из знатной семьи, он человек простой, из пастухов фикойских. Что это за местность Фикоя? Где она находилась? Откуда пророк Амос был призван к служению? Давайте посмотрим на карту. И перед вами карта Палестины. И здесь мы можем увидеть, вот город Иерусалим, вот здесь город Вифлеем, а вот чуть ниже Фикоя. Это напротив вот уже Мертвого моря, где-то вот в том месте, где переходит к пустыне эта местность, потому что Палестина чем севернее, тем она больше имеет плодородных земель, более она такая насыщена водами, что дает возможность выращивать богатые урожаи, получать. Но Фикоя, она находится вот здесь. К сожалению, нам достаточно много света есть, чтобы увидеть эти фотографии. Это фотография той местности, как она сегодня выглядит. Эту фотографию я сделал недавно, когда с группой пасторов мы были в учебной поездке в Израиле. Этот вид хорошо открывается с вершины Иродиона, насыпного холма, который царь Ирод в свое время сделал для того, чтобы там дворец построить. И когда смотришь в сторону юга с этого холма, то открывается вот этот вид. Фактически, ноябрь месяц – это время, когда Израиль ожидает скорых дождей, и эти долины должны стать зелеными. Вот октябрь, ноябрь месяц – вот так выглядит эта местность, но это и есть та местность, которая называется Фикойской землей. Откуда был призван на служение пророк Амос? В этих местах. Вот знаете, когда находишься в Палестине, в Израиле, и смотришь на многие места, пытаешься себе представить, вот здесь, возможно, ходил вот этот человек по этой земле. Вот здесь, возможно, пророк Амос пас овец прежде, нежели он был призван Господом выполнить особую миссию. Итак, Фикойя – это земля, которая, если перевести в километр, где-то километр равна 40-50, находится южнее, даже может быть, все 30, южнее Иерусалима, на юг – в сторону Хеврона, на юг – в сторону Египта, параллельно Мертвому морю, опускаясь. Если посмотреть на карту того времени, это карта из энциклопедии Росислава Николаевича Волокославского, можно здесь увидеть, вот Иерусалим находится, Фикойя, значит, находится вот здесь, чуть южнее, а мы, читая книгу пророка Амоса, знаем, что Бог его послал пойти в Вифиль, вот здесь Вифиль. На этой карте мы видим разделенное царство – северное, южное, иудейское царство и израильское царство – разделение после царствования Соломона. Так вот, получается, пророк Амос, он был в той части, которая южное царство, в той части, которая осталась возле Иерусалима, народ иудейский, которые сохраняли богопоклонение в Божьем храме. Именно по этой причине Бог отправляет пророка Амоса пойти на север, в северное царство, в Вифиль. Вифиль – это очень интересное место, оно известно в истории Библии несколькими знаменитыми событиями. Но прежде чем мы вспомним те события, давайте мы вспомним, что произошло, когда произошло разделение на северное и южное царство. Что сделал Иераваам, царь, который увел десять колен народа израильского? Для того, чтобы их сохранить при себе, чтобы они не ходили на территорию южного царства, Иераваам принимает решение построить два жертвенника. Два жертвенника, похожих на жертвенник всесожжения, который находился на территории храмового площади, на территории храма. И он поставил один жертвенник вот здесь, в Вифиле, для того, чтобы, вот посмотрите, практически на границе. Кто будет идти в Иерусалим, то они могут не идти в Иерусалим, им достаточно будет добраться до Вифиля. А второй жертвенник стоял в Дании. Мы, читая эту историю, видим, что Бог отправляет Амоса в ту землю. А теперь давайте мы обратимся к библейскому тексту, чтобы понять, когда эти события происходили. Первый текст первой главы говорит слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле, во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иераваама, сына Иоасова, царя Израильского, за два года перед землетрясением. Но вот эта деталь за два года перед землетрясением в истории не сохранилась. Сегодня нету данных точных, когда было землетрясение. Если бы эта информация была, мы бы могли получить точную дату, когда пророк Амос был призван на служение. Эта информация не сохранилась. Но мы можем кое-что узнать, когда же были царями Озия и Иераваам. Иераваам, кстати, очень интересно, что это был Иераваам II, потому что Иераваам I разделил царство на северное и южное при сыне Соломона Ровааме. Озия имел он и второе имя, Азария. История этого царя описывается в четвертой книге царств. Вот вы видите здесь, где есть ссылки, откуда мы можем историю прочитать об Озии. Но что мы там находим? Первое. Он воцарился в 27-й год Иераваама II, царя Израильского. Далее мы можем прочитать об Озии, что он был благочестивым царем, который сохранял богопоклонение. Он был успешным царем. Он был сильным воином, достаточно успешные войны вел. Период его царствования 52 года. И завершилось его царствование очень, как бы так, некрасиво. Потому что действительно он достигнул определенного успеха, знаете, как, наверное, про сатану написано в Библии, говорит, от красоты твоей возгордилось сердце твое. Вот от того успеха, который был у Озии, когда он был успешным царем, многое, что получалось у него, Бог благословлял. Он впал в некую самоуверенность, что ему уже и священники не нужны в служении в храме. Он сам может взять кадильницу, войти при лице Божией, совершать служение, которое делают левиты и священники. И его в тот же момент постигла проказа, тяжелая болезнь, которая, в общем-то, осталась с ним до самой смерти. Такова история Озии. Но так как Амос был направлен с особой вестью на территорию Северного царства, где царем был Иерваам, давайте мы посмотрим, что интересное мы можем прочитать об Иервааме II. Я бы даже предложил открыть сейчас Библию непосредственно, потому что очень интересные факты мы можем о нем узнать. Итак, Иерваам II, о нем мы читаем в 4 книге царств, 14 глава с 23 текста. В 15-й год Амосии сына Иоасова, царя Иудейского, воцарился Иерваам, сын Иоасов, царь израильский, в Самарии. И царствовал 41 год. Итак, царствует 41 год, а Озия становится царем в 27-й год. Соответственно, после воцарения Озии, израильский царь еще процарствовал, получается, 14 лет. Да, спасибо. И что мы читаем об Иервааме? Первое. Делал он неугодное в очах Господних. Он не отступал от всех грехов Иерваама, сына Наватого, который ввел Израиль в грех. Второе. Он восстановил пределы Израиля от входа в Ямаф до моря пустыни. По слову Господа, Бога Израилева, который он изрек через раба своего Иону, сына Амафина, пророка из Гавхифера. Интересно. Мы видим, встречается имя Ионы пророка. Есть предположение, мнение, что Иона, который здесь упоминается, это тот самый Иона, пророческая книга, которого у нас есть также в тексте Библии, который был направлен с пророческой вестью в город Неневию. Мы об этом еще чуть-чуть позже скажем. Следующее. Иоанн. Иерваам с отцами своими, с царями израильскими, и воцарился Захария, сын его, и так далее. Мы видим, что он царствовал нечестиво, как Иерваам, сын Наватов, то есть Иерваам I. Он восстанавливает пределы Израиля. Бог проявляет особую милость во дни его, давая возможность, чтобы было время тихое и спокойное в эти дни. Бог возвращает территорию Израиля вплоть до Дамаска. А Дамаск – это столица Сирии. То есть вы можете представить, насколько территория Израиля расширилась на север. И это все Бог дает возможность Иервааму восстановить. Но какая причина? Потому что после смерти Иерваама, через 42 года, царь Ассирийский полностью уничтожает Израиль. То есть фактически мы можем с вами сказать, что Бог Иервааму, хотя он был нечестивым царем, он был царем, который выступал против Бога. Несмотря на это, Бог являет милость для народа Израильского в лице этого нечестивого царя, давая время мира. Потому что 41 год правит царь Иерваам, он завоевывает эту территорию, устанавливает границы, устанавливает мирное время. Какая цель? Бог дает время благодати для того, чтобы народ Израильский еще раз мог задуматься о своих отношениях с Богом. Чтобы каждый в земле народа Израильского мог определиться в своих личных отношениях с Богом. Именно с этой целью мы читаем с вами, Бог отправляет пророка Амоса во дни царя Озии и во дни царя Иерваама. Вспомним, Озия становится царем в какой год Иерваама? 27-й. Соответственно, пророк Амос был направлен после 27-го года, вот в оставшиеся 14 лет. То есть войны прошли, границы установлены, мир, благополучие. А теперь, люди, послушайте последнее для вас предупреждение. Подумайте, как вы живете. Каковы ваши ценности? Кто в вашей жизни на первом месте? Бог для того, чтобы пророка Амоса направить в Израиль, в Северное Царство, приготовил почву. Приготовил все обстоятельства, чтобы там люди могли услышать. Услышать то, к чему Бог призывает. Город Вифиль очень интересен. Мы уже говорили с вами, что его мы встречаем в Священном Писании несколько раз. Или эту местность Вифиль. Первый раз мы читаем о Вифиле упоминание, когда Авраам идет в землю обетованную. И он приходит в ту местность. Там был город Луз. И там же он ставит жертвенник и нарекает это место Вифилем. Позже мы встречаем снова упоминание в Вифиле, когда Яков, обманув своего отца, убегает к своему будущему тестю Лавану, к брату своей матери. И по дороге он там ночует. И там он получает видение, в котором он видит лестницу. И Господь дает обетование, что я не оставлю. Как я обещал быть с вами, я это обетование свое исполню. И обратите внимание, Амоса Бог посылает куда? В то место, где когда-то Иакову, отцу Израиля, было видение, я вас не оставлю. И Бог действительно свое обетование исполняет. Он спустя многие годы дает возможность нечестивому царю Яроваму II восстановить пределы. Для того, чтобы дать возможность людям, задумайтесь, кто для вас на первом месте. Задумайтесь, люди. Времени осталось очень немного. Вифил известен тем, что Иаков, когда возвращается от Лавана, тоже снова приходит в это место после встречи с Исавом у потока Явок. И теперь следующее. Там устанавливается прототип жертвенника всесожжения, о чем мы уже говорили. И там происходит история, когда приходит пророк от Господа, Божий пророк, с повелением, чтобы прекратить вот это идолопоклонство. И произносит проклятие на этот жертвенник по образу, устроенный как в святилище. А царь говорит, схватить его. И как сказал, и так руку больше не мог опустить. До тех пор, пока он не возопил к пророку, помолись, чтобы рука вернулась ко мне. И пророк помолился, и его рука вернулась. Это там произошло все. Перед вами фотография. С левой стороны это фотография современная. Сегодня, если вы подниметесь в Дан, или там это место сегодня исторически называется Тель-Дан. Это город Данов, который завоевал Дан. Именно там был установлен вот жертвенник. Это картинка, как предполагается, выглядел жертвенник всесожжения. И вот сюда, в Тель-Дане, сегодня сохранилось это место. Конечно, жертвенника самого не сохранилось. Здесь как бы некую реконструкцию вот такую металлическую поставили для того, чтобы туристы, которые посещают эти места, могли себе вот образно представить, как это могло выглядеть, то, что там было. Тот жертвенник, который поставил Ира-Ваам в Тель-Дане, в Дане. Ну вот подобный жертвенник был в Вифиле. Именно туда, в Вифиль, Бог отправляет пророка Амоса. Сегодня, если посмотреть, где был Вифиль, тут, опять-таки говорю, там, в этой местности, практически ничего не сохранилось исторического. Но на тех холмах, когда находишься, то вот где-то приблизительно такой вид открывается, потому что много холмов, один переходя на другой через долину. Ну вот это виды, которые можно увидеть в той местности, где был древний город Вифиль, где стоял жертвенник, куда был отправлен пророк Амос. Ну а теперь я хочу вместе с вами, окунувшись в историю, вернуться назад к тексту Священного Писания. Что мы можем найти с вами в Библии? Открывая Священное Писание, открывая книгу пророка Амоса, мы видим, что он приходит с неприятной вестью. В общем-то, у народа израильского уже устоявшиеся обычаи за эти многие годы. Они прожили на этой территории на протяжении ряда столетий. Нужно сказать, что они привыкли жить своим образом жизни. Вифиль практически находился, нужно еще один момент сказать, если провести прямую линию, такую перпендикулярную между Иорданом и Средиземным морем, то Вифиль практически находился рядышком на одной линии с Сихемом, где находилась на протяжении многих лет Скиния. Именно там, в Сихеме, произошло событие, когда Ильи, пророк, потерял своих сыновей, когда его сыновья взяли ковчег и понесли его на войну с филистимлянами. Это было также недалеко от Вифиля, чуть севернее. Та битва знаменательная, когда филистимляне забрали у народа израильского ковчег. Это происходило все там. И они, конечно, себя чувствовали достаточно уже уверенно, народ израильский, потому что они, наконец, подавили всех филистимлян, они покорили их, филистимляне больше против них не выступали. И Равам очень успешно все это сделал. И вот здесь, в этих обстоятельствах, приходит некий пророк Амос, который начинает говорить об лечении. Когда мы читаем книгу пророка Амоса первой главы, мы видим, что пророк Амос прежде обращается к народам, которые причиняли много страданий и бедствий народу израильскому. И Бог через пророка Амоса говорит, «Филистимляне получат свое наказание, жители Васана получат свое возмездие, получат свое возмездие и Амореи, и получат свое возмездие и Амонитяне, все получат свое возмездие за то, что они угнетали народ мой». Но после всего этого Бог переходит в обращение через пророка Амоса к народу израильскому. Ну и, наверное, что следует сказать, пророк Амос был встречен не очень-то радушно. Седьмая глава книги пророк Амоса говорит, что против него выступил Амасия, священник Вифильский, который служил при этом жертвеннике. С десятого текста мы читаем, этот пророк сначала обратился к Иеравааму, который был в своем дворце, возможно, в Израильской долине, там, где был дворец Иохава прежде, там он, возможно, был в это время, и говорит, жалуется на Амоса, а потом обращаясь к самому Амосу, «Провидец, иди отсюда, удались в свою землю Иудину, ешь там хлеб и там пророчествуй, а Вифиль больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». Предания иудейские говорят, что, в общем-то, вот почему я чуть раньше сказал, что это как некая небольшая вспышка была в жизни Амоса, потому что, согласно предания иудейских, Амос был избит Амосей и его, скажем, помощниками, вернулся на родину и вскоре умер от тяжких телесных повреждений. Таковы предания. И когда мы смотрим на жизнь Амоса, действительно, в его жизни это была небольшая вспышка, когда Господь его привел к служению, дал поручение, и после этого поручения жизнь пророка завершилась. Он выполнил свою миссию. Пророк Амос напоминает, что народ израильский, который поселился в этой местности, это не их заслуги. Это не их заслуги. Мы читаем с вами в 3 главе 12 текст. Так говорит Господь. «Как иногда пастух исторгает из пасти львинной две голени или части уха, так спасены будут сыны Израилева, сидящие в Самаре, в углу постели, в Дамаске, на ложе». А 11 текст мы читаем 4 главы. И Господь говорит, «Вы были выхвачены, как головня из огня». Бог дает эти образы народу израильскому, чтобы они могли задуматься, что так же, как когда полено горит в огне, и вот, казалось бы, уже полностью обгорело, но если его вытащить, можно золу обить, еще найти древесину внутри оставшуюся. Господь говорит, «Я вас спасал здесь, как головню из огня». Те народы, которые были вокруг вас, вы не могли бы здесь сами выжить. Но что вы делаете сейчас? Господь призывает через пророка Амоса остановиться в своей жизни и обратиться к Богу живому. Господь приглашает их отвергнуть идолов, которых так много они переняли от окружающих народов. Господь предупреждает Израиль, потому что им осталось около 50 лет до того момента, когда они полностью исчезнут. Вы знаете, вот это обращение Бога через пророка Амоса к его современникам в Израиле, оно очень ярко показывает время, в которой живет народ последнего времени. И мы понимаем, читая пророчество, это мы, народ, живущий на земле в эти дни. Господь обращается через пророка Амоса, приглашая оценить, посмотреть на свою жизнь, в каких обстоятельствах, в каких условиях вы живете сегодня, насколько ваши отношения с Богом близки, насколько вы действительно не являетесь в своей жизни формально верующими. Господь говорит, выслушайте, алчащие поглотить бедных, погубить нищих. Вы, которые говорите, когда пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену. Когда читаешь этот текст в переводе Института перевода Библии, здесь немножко другая грань открывается. Вы, те, которые ждете, быстрее бы закончилась суббота, быстрее бы закончился этот день, потому что у нас дела бизнеса есть, нам есть чем заняться. Нам некогда тратить время на эту субботу. Нам некогда тратить время на дело служения Господу. Нам некогда, потому что у нас есть дела свои. Дорогие, когда смотришь на все, смотришь на эту историю прошлого, смотришь на историю настоящего, то понимаешь, что наше время, оно очень похоже. Оно очень похоже с точки зрения того, что Господь нас нашел когда-то в этом мире, подобно головне из огня выхватил и дал возможность обрести мир и благодать Божьей милости. Господь дал нам эту возможность. Как мы используем эту возможность? Насколько в нашей жизни сегодня находится место для Бога? Насколько в нашей жизни наше сердце открыто тому, чтобы Бог говорил к нашему разуму и чтобы мы могли принимать решение, несмотря ни на что, жить по принципам Господа, быть Его вестниками, чтобы наша жизнь была светом для тех народов, которые видят нас. Ведь Господь поместил в свое время народ израильский на то место, которое было центром тогдашней движения цивилизаций тогдашних. Долина Израильская. Это немалая часть той земли, которая принадлежала как раз северным коленом народа израильского, десяти коленом. А через эту долину проходили основные торговые пути. Через эту долину шли все торговцы, которые могли бы услышать весть и отнести ее на свои места, где они жили. Господь сегодня подобным образом нас в этом мире хранит, оберегает, давая возможность, чтобы мы могли быть добрым светом для окружающих. Так же, как там оставалось буквально считанные пятьдесят лет до полной катастрофы нации, когда все десять колен исчезли и исчезли полностью. Дорогие, мы живем в те дни, когда история земли должна вскоре завершиться. Господь говорит так же, как когда-то Он сказал через пророка Амоса, «Вот наступают дни, когда я пошлю на землю голод. Это не будет голод хлеба и не жажда воды, но жажда слышания слов Господних. И будут ходить люди от моря до моря, скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его». Дорогие, вопрос. Если мы говорим, что в последнее время будет то, что было предсказано через пророка Амоса, так что же будет? Стоит ли думать, что вот эта книга, напечатанная Библией, исчезнет в последнее время? Сегодня, когда она печатается миллионными тиражами, вы думаете, она исчезнет? Нет. Она будет. Но то, что будет в последнее время, все больше людей будут открывать ее, но ничего из нее не услышат для своего сердца. И самое печальное, что может произойти с нами, если мы окажемся в числе тех людей. Когда Дух Святой оставит землю, каждый останется с тем запасом отношений с Богом, который формируется сегодня. Вот почему о последнем времени, когда Господь говорит через апостола Иоанна, после закрытой дверей благодати, Он говорит, Святой будет продолжать освящаться. Нечестивый будет продолжать скверниться. Почему? Потому что тот, кто обрел отношения с Богом, кто обрел вот эту благодать, влияние и слышание воли Божьей, голоса Божьего, тот, кто свое сердце настроил на чистоту голоса Божьего, он будет способен и дальше быть под этим влиянием, быть святым, освящающимся и далее. Если мы сегодня себя не настроим на чистоту слышания Божьего, если у нас не будет времени для того, чтобы слышать Бога, если мы будем выбирать то, что кажется удобнее, вместо того, что правильно, мои дорогие, печальный факт, мы окажемся в числе тех, кто будут иметь эту книгу, будут ее открывать, но ничего не услышат. Господь послал пророка Амоса в последние дни, когда остались считанные дни, до гибели, полного исчезновения десяти колен. Бог послал пророка Амоса призвать задуматься, оставить поклонение в Вифиле, оставить поклонение в Дане, пойти на поклонение к живому Богу, оставить все то, что привычно для окружающих народов, что переняли в свою жизнь, оставить это и открыть свое сердце Богу. Дорогие, сегодня тот день, когда мы должны это сделать. В противном случае мы можем потеряться, мы можем остаться в числе тех, кто будут называться адвентистами седьмого дня, кто был в списках церкви, кто будут из субботы в субботу в наши дни приходить в церковь. Но сердце наше может оказаться подобно тем, которые ждут, ну быстрее суббота завершилась бы, есть дела, которые нужно делать, которые в последнее время не услышат голос Божий. Господь оставляет и через пророка омоса обетования, несмотря на то, что он говорит о предстоящей скорой гибели, но при этом он говорит, я обещаю вам, говорит Господь. 13 текст 9 главы. Вот наступят дни, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград застанет сеятеля. Что эти слова означают? Говорит, настолько будет все благодатное, что сеятель или пахарь он придет тогда, когда жнец еще не успеет убрать урожай, потому что столько урожая много, и уже пришло время нового посева. То же самое с виноградником. Он будет приносить плоды свои многократно и достаточном количестве. И возвращу из плена народ мой, говорит Господь, и застроят опустевшие города и поселятся в них. Насадят виноградники, будут пить вино из них, разведут сады, станут есть плоды из них, и во дворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь, Бог твой. Пророк Амос за 50 лет до полной катастрофы, национальной катастрофы, северных десяти колен, когда они должны были исчезнуть, Бог обратился с этой вестью. Это был конец восьмого века до нашей эры. В общем-то, с того момента до дней, когда должны были произойти трагические события с Иерусалимом, оставалось тоже 120-130 лет. Через 120-130 лет это же постигло Иерусалим. Мы знаем, что Господь откроет благословение и благодать для народа израильского еще раз вернув их на землю обетованную, но мы знаем, что они так и не приняли Спасителя, который пришел к ним. И мы благодарны Богу, что Он нашел нас в этом мире. Но сегодня в этот час я хотел бы каждого из нас, дорогие, пригласить, слышать Бога. Когда Господь сегодня обращается к нам, давайте не будем, как Господь образно сказал через пророка Иеремию, сеять истину Слова Божьего между терниями. Между терниями всех наших привычек, пороков, привязанностей, которые так нас иной раз поглощают и порабощают. Не будем сеять между терниями всего этого. Ибо Господь говорит через пророка Иеремию, ибо от твоего нечестия тебе так горько, что доходит до глубины души, когда наступают моменты в нашей жизни, когда мы остаемся один на один с собою. мы чувствуем, что что-то не так, что-то надо менять. Дорогие, и это время сегодня принимать решение, стоять твердо, принципиально на стороне Бога, принципиально настраивать себя на волну частоту голоса Божьего, чтобы тогда, когда наступит день испытаний для нас, мы этот голос были способны отличить от многих других, чтобы мы не оказались в числе тех, которые будут ходить от моря до моря, не слыша, не понимая, не разумея Слово Божье, и Дух Святой не сможет ничего в нашей жизни более сделать. Сегодня день спасения, сегодня день благоприятный, сегодня Господь присылает к нам Своих пророков, Господь сегодня говорит, я хочу пригласить каждого из нас сегодня, дорогие, принимать решение каждый день, вставая и идя, принимать решение, быть на стороне Бога, жить так, как говорит Господь, творить волю Божью, быть добрым светом для окружающих, чтобы Господь мог дать благодать силы Духа Святого пройти через те времена скорби, которым предстоит вскоре прийти. Да благословит Господь каждого из нас в этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok